В этом году мы не отменяли его, потому что хотелось сохранить мероприятие, которое мы традиционно проводим нашим учреждением. И, конечно, оно немножко проходит в таком формате больше онлайн, потому что мы приняли работу учреждений, рассмотрели самостоятельно все, и награждения традиционного, торжественного, как мы проводили в Доме молодежи, в этом году не будет. Мы уже подвели итоги, сейчас готовим подарки, дипломы и благодарственные письма и развезем все по учреждениям. Каждый год конкурс показывает, что электрогорские подростки не остаются в стороне от серьезной и страшной проблемы современного общества наркомании. Работы ребят показывают, что молодежь понимает, что наркотики – это зло, с которым надо бороться. Жюри, как всегда, было достаточно сложно выбрать наиболее достойный по всем критериям рисунок. У нас жюри в этом году только Дом молодежи в связи с пандемией. Мы решили предоставить возможность нашим победителям, которым мы утвердили, так сказать, попасть на всеобщее обозрение, чтобы жители нашего города, друзья, знакомые смогли посмотреть рисунки и проголосовать за победителя. Сначала, конечно, было все очень медленно, видимо, скучно. Вот сейчас за последний день уже такой скачок, борются там два наших конкурсанта, завтра мы уже увидим, кто из них точно выиграет голосование. Все участники конкурса получат грамоты, а победители – ценные подарки. Не останутся без внимания и педагоги, которые из года в год формируют у ребят негативные отношения к наркомании, алкоголизму, курению, чтобы наши с вами дети смогли сказать «нет» протянутой сигарете или шприцу.